В районе поселка Строитель прорвало плотину водоема. Жители забили тревогу. Уровень воды в пруду стал резко понижаться. Чтобы не допустить обмеления, люди обратились в единую диспетчерскую службу города. Нужен этот пруд? Нужно его сохранить, как вы считаете? Да, нужен. Пригодится. Ходят и рыбачат, да? И все, и отдохнуть. Нужен, нужен. Тут даже утки плавают. Вот мы ходили недавно на пятник. Там утки. Хотя бы с детьми отдохнуть, загорать, сходить. Да, он рядом, он недалеко от дома. Этот водоем жители поселка Строитель надеются сохранить. Здесь они проводят свой отдых и рыбачат. На этот раз службы города сработали оперативно и не допустили обмеления водоема. В ходе проверки данная информация подтвердилась. Мы незамедлительно проинформили администрацию города Рязани. В целях устранения данного прорыва на данном водном объекте структурами подразделения города Рязани проведен ремент. При устранении данного нарушения принимали участие сотрудники ГОЧС города Рязани, МП водоканала, ДБГ города Рязани, а также водолазы главного приема ЧС России по Рязанской области. На место прорыва приехали сотрудники водоканала города Рязани и устранили неисправность. Уровень воды в пруду перестал понижаться. Сотрудники МП водоканала города Рязани и Октябрьского района приехали на устранение течи донной трубы из поселка строителей с прудов. В результате чего выполнили работу по установке пневмозавлушки, которая устранила течь и слива с пруда, сброс с пруда водостоп. Этот водоем останется прекрасным местом для рыбалки и отдыха. Местные жители надеются, что когда-нибудь его почистят и здесь можно будет купаться. Сохранить его стоит, только его надо очистить, чтобы взяли за это власть, чтобы немножко людям помогли. Мы не можем ездить туда на окку, купаться с детьми. Мы хотим здесь отдыхать. Почему бы нам здесь не сделать это все? Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».